Добрый день, это нижегородский бар Show Me, тайный бар, где вдруг готовят коктейли, а еще и делают хитрую закуску. И шеф Show Me, Тимур Махкамов, расскажет, что такое конфеты из форшмака. Добрый день, вот такие у нас конфеты из форшмака. Подаются вуали из цитрусов с чернилами каракайцы. Добавляется хитрая такая текстура капа, которая как раз желирует. То есть конфета сама находится в ледяном состоянии, и когда я опускаю ее в гель, то есть в зависимости от температур, получается как раз гель у нас. И она полностью, то есть вот такая вот. То есть она внутри жидкая, так как она уже растаяла, а сверху она вот в таком вот жиле у нас. По виду эта шоколадная конфета, внутри из нее форшмак? Форшмак у нас из слабосоленой скумбрии, которую мы непосредственно сами солим. Из нее скатываются шарики, а потом? Да, потом мы ее замораживаем в холодильник шоковой заморозки при минус 30 градусов, потом мы делаем сами конфеты. А путем опускания в... Прямо руками? Ну, зубочистка, конечно. У нас на водяной баньке вуаль с капой. Вот, я опустил, поднял, и у меня сразу получился желирующий ополоченный. А то есть это сочетание рыбы, цитруса? А что такое сверху? А сверху это молотый перец, да, розовый. Подается она вместе с вот такими замечательными веточками. Это ветки из петрушки дегидрированные, вот, которые в кляре, в темпурном кляре, с чернилиной каракатицы тоже. То есть у нас везде прослеживается рыбная ноточка. К коктейлю, там, с морскими ноточками. С морскими ноточками, да, да, да. У нас везде немножко прослеживается рыбная тема. Кетчуп? Нет, это не кетчуп. Это у нас замечательное пюре из свеклы. То есть это как бы еще форшмак, еще середка под шубой? Ну, да, можно, конечно, так ее тоже назвать. Почему из кумбрии? Ну, потому что мне захотелось делать именно из кумбрии, самому ее засолить, чтобы процесс приготовления форшмака был полностью сделан мною. А что еще там форшмака сейчас стоит? Есть еще несколько секретных ингредиентов, отличающихся от классического форшмака. То есть я использую тогда сыр кремета, чтобы он был более сливочный. И использую текстуру йотта, которая стабилизирует при перегрузках. Вот так вот, капая ее-то. Выкладываем наши веточки из петрушки, дегидрированные. То есть мы их дегидрируем при 55 градусах около 5 часов. И потом делаем темпурный крыльев и там их обжариваем. Вот, соответственно, теперь сами. Обязательно надо с этой украсить зеленушечкой. Зеленушечка – это наше все. Да, зеленушечка – это наше все. У нас в нижнем ногу есть парнишка, его зовут Артем. Он сам выращивает микромикс. И это пользуется огромнейшим спросом в ресторанах. Ну и наш бар не исключение. Вот, пожалуйста, вот такое вот блюдо. Это вот такая красота, которую мы сейчас вас на глазах просто возьмем и разрушим. Подрезаем? Да. Это вот такая вот нижнейшая вещь. Вот такая рыбная конфета. Класс! Ну и едет это руками, это так называемый фингерфуд. Холодненькая. Класс! 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 Да, четверо суток в пряном рассоле. Еще секрет этого рассола, почему он придает такую легкую пикантность. Я в этот рассол добавляю жженую стружку. На чем компетят? Ольхи? Ольхи, да. Ну вот, конфеты из фаршмака, Тимур Махкамов. А вот там вот, за окном, в полной темноте, бар шоуми. Продолжение следует...